Ибо для меня жизнь Христос Катакомбы Одними из самых замечательных памятников раннехристианской истории первых трех веков после Рождества Христова являются знаменитые римские катакомбы. Долгие века они оставались в забвении. Только в середине XIX века их открыл итальянский археолог Джованни Батиста де Росси. Однажды, занимаясь раскопками христианских древностей на территории Вечного города, он обнаружил кусок мрамора с полустертой надписью «Корнелий мученик». Исследования показали, что это была плита с могилы римского папы Корнелия, жившего в III веке после Рождества Христова. Он принял мученическую кончину в 253 году и был погребен за городом в потайных пещерах. Эта находка положила начало обнаружению нескольких подземных захоронений на территории Рима. В настоящее время таких подземелий, или катакомб, открыто около 60. Считается, что слово «катакомбы», точное значение которого не установлено, было названием местности, где находилось кладбище на пиевой дороге близ Рима. Со временем так стали называть все подземные гробницы. Обычай хоронить умерших в гротах и пещерах под землей ранние христиане переняли у иудеев. Так некогда был похоронен Лазарь Четверодневный, воскрешенный Спасителем. Так был погребен и сам Господь, когда после своей крестной смерти, обвитой пеленами, Он был положен в пещеру. Христиане хоронили умерших в стенных нишах, замуровывая или закрывая нишу плитой. Иногда на месте захоронений ставили каменные саркофаги. Римские катакомбы обычно носили имена первых христианских мучеников, каких было много в те времена – святых Каллиста, Валентина, Прискиллы. Со временем расширяясь, катакомбы превратились в настоящие подземные лабиринты, соединенные многочисленными петляющими коридорами, скудно освещенные редкими лампадами. Во времена гонений эти пристанища мертвых становились убежищами и для живых. Но катакомбы были не только местами укрытий и захоронений. Самое главное значение катакомб заключается в том, что они были первыми христианскими храмами. В древние времена, когда языческие правители пытались сломить нарождавшееся христианство, последователи Христовы вынуждены были строить свои алтари в недрах земли. Здесь они совершали свои трапезы, сутью которых было вкушение пищи нематериальной, но духовной, совершение таинства Евхаристии с причащением тела и крови воскресшего Господа. Не случайно именно подземные кладбища стали местами первых христианских храмов. Воскресение Господа принесло верующим в Него победу над смертью и надежду на будущую блаженную жизнь. Поэтому могилы усопших людей, тех, кто уже шагнул в вечность, кто владел тайной той обетованной жизни, становились преддверием Царства Христова и для всех живых. Огнетущая тьма подземелий – обещанием будущего неприходящего света. Минунций Феликс, один из защитников христианства II века, сказал однажды об умерших. «Это жизнь то же, что зима для деревьев. Под мнимой гибелью скрывается жизненная сила». В надгробных надписях катакомб матери просят своих усопших детей молиться о них и выражают уверенность в том, что скоро встретятся со своими детьми в селениях небесных. Стены подземных храмов украшались фресками. Настенные изображения стали первыми произведениями христианского искусства. В простой и бесхитростной манере, переплетая ветхозаветные сюжеты и евангельские образы, древние художники пытались донести до зрителей главные истины христианства, что есть добро и зло, истина и ложь, жизнь и смерть с христианской точки зрения. Сцены с изображением Адама и Евы, совершающих первый в истории человечества грех, соседствуют в катакомбах с изображениями белой лилии. Человеческую душу, познавшую Бога и обретшую новую жизнь, символизирует на стенах катакомб и изображение голубя. Христос предстает на этих стенах, как добрый пастырь, несущий на своих плечах овечку, символ человеческой души. Он же изображается в виде виноградной лозы, ветвями которой являются все верующие во Христа. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Я есмь лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Лилия, голубь, виноградная лоза, добрый пастырь – Эти символы катакомб прочно вошли в христианское искусство последующих веков. В начале IV века гонения на христиан в Римской империи прекратились. В 313 году император Константин издал указ о признании христианства наряду с другими религиями. Многолюдные молитвенные собрания из тесных подземных катакомб перенеслись в просторные светлые храмы. С тех давних пор и до нашего времени катакомбы остаются памятником глубокой веры первых христиан и их светлого, сугубо христианского отношения к смерти. И мы, как и древние христиане, верим и надеемся на то, что некогда эти могилы будут пусты, так же, как опустела пещера воскресшего Господа. Помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова